Друзья, добрый день! Наконец-то в Москве наступило лето На улице плюс 20 Одел наконец-то короткую джерси Решил прокатиться На трассу Лазутиной Сейчас дам пару кружочков В общем, погнали вместе со мной Забыл я опять одеть крепление На грудь Поэтому поеду Относительно в невысоком темпе Соответственно, там, где будут крутые подъемы А камеру придется отключать Потому что с одной рукой я тут не могу подняться Слишком высокие градусы подъема Вот так у нас выглядит Лазутина трасса Приходится немного подтормаживать Сегодня, как видите, народу немного Длина этой трассы у нас составляет 6 километров В прошлый раз я ее проехал Засек по времени 12.45 Ну, это такой Средний-средний любительский результат А профики проезжают в районе 10 минут Там 10 с небольшим Я вот с человеком, можно сказать, катал Он профессиональный спортсмен Тренируется с тренером здесь Вот, у него показатель 10 с небольшим Поэтому такой разрыв Две с половиной минуты Конечно, это пропасть Вот, ну и велик у него, соответственно Шоссейный, спортивный И сам он такой уже Профессиональный спортсмен Ну, здесь мы рекорды скорости ставить не будем А у нас сегодня такая лайтовая покатушка Просто прокатимся, насладимся видами Приходится все время подтормаживать Средняя скорость Вот у меня сейчас 25-30 км в час Сейчас у нас будет длинный спуск А дальше будет крутой подъем Все, начинается подъем Здесь мне приходится сбрасывать скорости Жаль, не стоит электронная система Так бы я сейчас с передней звездочки, конечно, бы сбросил Паркать Музыка Паркать Средняя скорость переключился на малую звездочку на 34 полегче стало здесь у нас сейчас будет подъем около 12-13 градусов с одной рукой я сейчас на него буду заезжать перед у меня стоит 34 зад также 34 в общем один к одному чтобы так без нагрузок 1 разминочный круг можно переключиться давайте поедем прямо по асфальтовой дороге на гравийку сворачивать не будем хотя давайте наверно свернем что покажу вам гравийную дорогу ее построили недавно в том году по ней можно доехать до рублевого спинки и и и и и и и и запишу все в одном файле если там батарейка сядет тогда уже смонтирую на камере батарейку не заряжал последнее время нам не уже держит не так много вот надеюсь хотя бы на 30 минут на видео х и и хватит а а а немножко поменяем кадр взял кстати вот недавно джерси компания nordwave итальянский бренд это топовая линейка аэро джерси у нее изначально ценник был в районе где-то 100 евро я взял кстати триал спорте совсем недорого в районе трех с половиной наверно тысяч где-то так она мне обошлась по качеству вообще супер вот в nordwave если вы планируете покупать вещи или же вы уже что-то покупали рекомендую обратить внимание на топовую линейку потому что у них как у всех производителей есть разные направления под разные стили под разные бюджеты вот и бюджетные модели они все-таки не очень качественные вот я сколько отзывов о них не читал людям не нравится то есть когда они сравнивают с другими производителями вот а если мы берем среднюю или уже топовую линейку то данная фирма отличается не высокой ценой но высоким качеством так что однозначно рекомендую обратить ваше внимание на этот бренд вот касаемо фирмы гор вот есть как вы видите мне летние либо велотрусы вот эти от компании гор это линейка c3 по моему это начальная линейка такие штаны стоят германии в районе 50 может быть 70 евро я уже не помню сколько они обошлись по качеству вполне хорошие штаны вот я в них уже катаю не первый раз очень комфортные удобные рекомендую однозначно рекомендую покупку но если опять же у вас бюджет позволяет берите все-таки модели c5 c7 линейки это уже более высокопрофильные может быть где-то по скидкам вы сможете зацепить это будет вообще замечательно по размерной линейке на каждом сайте будь то байк 24 там или аналогичные сайты есть size charge это то есть рекомендации размеров от производителей где вы можете зайти посмотреть сравнить ваши показатели выбрать для себя оптимальный размер в целом все совпадает ну касаемо гор то есть как вот они пишут так и есть у north wave в частности аэро то же самое все совпало хотя приехал померил в магазин и взял это у меня размер к по моему м если не память не изменяет с вами заехали уже концу трассы подъезжаем дальше у нас гравийка заканчивается начинается бетонка бетонные плиты вот по ним можно будет выехать и доехать до рублевого спинки но мы сейчас сюда не поедем мы доедем до конца трасс развернемся и поедем обратно на асфальтовую лазутин на асфальтовую дорогу по лазутиной трассе как яраши на улице стало тепло можно с комфортом кататься так в общем все мы доехали вот так вот выглядит конец этой трассы разворачиваемся и едем в обратку и и и и Продолжение следует... Ребят, мне, кстати, много людей пишут касаемо выбора ростовки велосипеда, спрашивают, какой у тебя рост, какую раму мне выбрать, в частности от компании Трек. Вот что я могу сказать, что в идеале, конечно, если вы обратитесь в специализирующую контору, которая занимается бэкфитом, где вы сможете выставить посадку, там ребята вам подберут оптимальные размеры выноса, руля, рамы, в общем, всех-всех показателей, для того, чтобы вы не ошиблись с выбором велосипеда, в частности его ростовки. Потому что брать по интернету, заказывать там с других стран, это довольно-таки рисковое занятие. Суммы не маленькие, лучше потратить условно там 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, у кого как разные цены, но в среднем по рынку примерно так. Вот, и уже точно вы будете знать, какой размер велосипеда вам подойдет. Также вот еще хочу отметить, что в частности у Трека, если вы будете рассматривать алюминиевую раму, то в принципе, вот у меня ростовка 58, вы можете рассмотреть и 56 вариант. Он тоже подойдет, а параметры велосипеда это позволяет отрегулировать. А вот если вы будете брать карбоновую версию, то там с этим будет гораздо сложнее. Если вы смотрели мое видео касаемо обзора нового трек-домейн, который мы недавно вот с товарищем взяли, то там есть такая особенность касаемо выноса подседела. Он очень короткий, и если вы не угадаете с ростовкой, то вам просто понадобится покупать дополнительно подседел. Во-первых, его нету в наличии здесь, в России, и он будет исключительно под заказ. Это первый момент. А второй момент, он недешевый. Он будет стоить где-то в районе 300 евро. То есть это такое ненужное, ненужные траты, которые могли бы вы избежать, просто обратившись к ребятам в BikeFit. Ну и на мой взгляд, карбоновые размеры, я вот мерил карбоновый 56-й трек. Если честно, по размеру он оказался меньше, чем 56-й алюминиевый. Может быть мне так показалось, не знаю. Но вот впечатление у меня сложилось именно такое. Хотя, по идее, должно быть одинаково. Разницы быть не должно. Возможно, это просто связано с разной модификацией моделей, потому что я мерил, отталкивался от своего чекпоинта гравимного велосипеда. У меня немножко рама геометрия здесь другая, у домейна другая. Но опять же, у меня есть трек-домейн на алюминиевой раме. И если сравнивать с ним, то мне на нем кататься гораздо комфортнее, чем на карбоновом 56-м. Так что, здесь нужно вот именно либо в магазин приезжать и примерять непосредственно размер рамы, либо обращаться в профильные компании и оплатить денежку, но получать стабильно прогнозируемый результат. Второй вариант, на мой взгляд, наиболее предпочтительный. Как вы, наверное, заметили, я еще все до сих пор катаюсь на швальбе, на покрышках. С прошлого года все мне никак, руки не доходят поставить новые спеши, которые я взял. Честно, меня швальба устраивает на все 100%. Спешлайз покрышки я заказал просто в силу того, что их нигде не было. Ну и не хотел столкнуться с такой ситуацией, когда ты окажешься в середине сезона с проколотой шиной, и у тебя не будет возможности ничего докупить. Поэтому я решил все приобрести заранее. Заказывал я это из Лондона. К сожалению, с покрышками, в частности, спешлайз, огромная проблема. Честно, не знаю, как работают дилеры-дистрибьюторы. Они продают дорогущие велосипеды за безумные деньги, а покрышек нет. То есть это, по сути, расходник, штатный расходник на велосипеды. Поставки у них вот на... Ну, я узнавал, когда я по весне заказывал, поставок у них на лето не ожидалось. То есть там это осень, зима, что-то такое, конец 21-го года, поэтому рисковать не стал. Заказал, где было. А было на самом деле в двух местах. Это в Гонконге и в Лондоне. Все, больше нигде этих покрышек на рынке не было. И то, можно сказать, в Лондоне я забрал одни из последних. Там с точки 2-3 еще два комплекта оставалось. Здесь по цене они вышли с доставкой в районе 10 тысяч. Вот эти швальбы, на которых я катаю, они стоят в районе, наверное, 40 евро за штуку. Все, мы с вами выехали наконец-то на Лазутинку. Вот вышло солнце. Сегодня у нас передавали дожди, но... Вроде погода дожди не обещает на ближайшее время. Надеюсь, удастся покататься при такой солнечной погоде. На улице тепло, 21 градус. Здесь у нас такой спринтовый отрезок трассы. Дальше за ним будет резкий спуск. И на этом спуске есть такой вот коварный поворот. Я на нем сейчас не буду разгоняться, но максимум до 40 километров. И как раз вот мы здесь тестировали покрышки WTB, которые у нас стоят на домене. На домен новом. Вот на них очень опасно оказалось входить в этот поворот. Потому что когда вы велосипед вот так вот наклоняете, и трасса еще загибается под углом, боковые вот эти ламели, которые присутствуют на шинах, они, получается, сильно задевают асфальт, и получается сильная вибрация. Нету никакого контроля. И это очень опасно. Вот так вот. Вот так вот. Здесь сейчас будет очень мощный апхил Будут скидывать скоростя В обычном режиме, когда идешь на скорости, в принципе здесь вот на скорости доходишь до того подъема, который вдалеке Ну и в целом динамики хватает, чтобы его преодолеть Не сбрасывая ходов Сейчас ситуация у меня немножко другая, поэтому буду подниматься как раз на 36 звездочке Вот для чего она нужна Угол наклона у нас здесь, сейчас посмотрим Ну был порядка 13 градусов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки после отдыха катиться намного легче Потому что когда несколько дней покатушек, это все-таки для организма большие нагрузки Надо обязательно давать организму отдохнуть Набраться сил И уже как бы больше энергии и сил получается для покатушек Вот сейчас в целом еду относительно легко Погнали! Ох, какой кайф, ветерком отдувает Ох, какой кайф Ох, какой кайф Ух, какой кайф здесь опять приходится скорой сбрасывать достаточно такой нехилый обхил 14 15 градусов 17 18 20 21 с половиной 20 с половиной гроз так вот и подходит к завершению наш круг шести километровый остался последний обхил тоже достаточно с большим углом подъема и он достаточно долгий переключимся на понижайку один к одному моего сейчас попробуем взять с одной рукой здесь угол небольшой около 11 градусов итак проехали мы 12 с небольшим километров подъем на составил 200 метров средняя скорость 17 6 максимальная 63 8 сейчас я поеду в кафе бобро пожаловать перекушу попью и поеду дальше все ребят всем пока подписывайтесь на мой канал не забывайте ставить лайки оставлять комментарии под этим видео все всем удачи до новых встреч магазин скотт фишер кстати здесь пришли уже новые модели велосипедов зайдем попозже посмотрим частности хочу посмотреть новый скотт фойл десятку он стоит в районе 500 тысяч там с небольшим на и тайп электронная система от сэм но это уже в другой серии ребят отец 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 Продолжение следует...